Всем привет, ребята, с вами Брис. Как у вас дела, хотелось бы сначала спросить, потому что, на самом деле, мне стали часто задавать этот вопрос после одного из роликов, и теперь я спрашиваю у вас. И сегодня у нас тема, которая заполонила максимально весь ТикТок настолько сильно, что не поговорить о ней, ну просто кощунство, а именно картинки, которые рисует искусственный интеллект. Да. Если вы не сидите в ТикТоке, то, во-первых, вы выпускаете очень большой пласт информации, потому что, сами понимаете, ТикТок, конечно, это прикольчики и шуточки, но там довольно много новостей, особенно по художественному миру. И сейчас начался этот самый бум, когда люди начали делать ИИ и тренировать его. Точнее, АИ, вообще какая разница между ИИ и АИ? Ну ладно, я честно скажу, я не разбираюсь. В любом случае, начали тренировать эти программы на рисунках художников, чтобы они выдавали им, в общем-то, картинки. Потому что зачем платить больше? Если ты программист, и ты можешь просто сделать себе генератор в сратых картинках, и больше никогда в жизни не заказывать нормальные арты, в которых вложены сила, душа, и они выглядят, ну, определенно раз в 20 лучше, чем тот кусок шлака, который сейчас просто везде. В любом случае, картинки эти мега однообразные и настолько плохие, что только человек, который никогда в жизни не держал кисточку в руках, сможет это спутать с настоящим артом, потому что практически все художники видят разницу. И, конечно, есть какие-то более хорошие результаты у этих программ, то есть есть какие-то более натренированные, и есть платные, и там есть какие-то более нормальные результаты. Но в любом случае, таких результатов пока еще очень мало, и нужно прогнать одну картинку много-много-много раз, чтобы получить что-то более-менее прикольное. И да, надеюсь, вы понимаете, что в первую очередь это очень сильно злит художников, потому что, ну, знаете, это может в будущем недалеком грозить просто потери работы, зачем учиться много лет, зачем стараться, если какой-нибудь дядя Петя из соседнего подъезда купит компьютер и сделает себе генератор картинок, и как бы все, готово. И вот вы меня, конечно, можете затирать, что вот, надо там тоже учиться, писать код, но учитывая, как много теперь таких программ, сайтов и прочего, я что-то, честно говоря, уже сильно сомневаюсь, что для этого действительно нужно уже очень много сильных навыков. К тому же, даже можно и без написанного кода из тех ресурсов, которые сейчас есть в интернете, себе склепать коллажик. И все, готово. Очевидно, и не может выдать тебе какой-то результат стопроцентный, как ты видишь, но близкое к тому в целом можно. И художникам не нравится, что их картинки без разрешения туда заливают. В первую очередь, хочу попросить подписчиков так не делать. Я знаю, что наверняка уже кто-то и мои картинки туда залил. Например, мой знакомый, я не заливала свои картинки в АИ, я не строгала ничего, но он без разрешения залил мои картинки туда, чтобы посмотреть на результат. Я его, честно скажу, отчитала, но, естественно, уже поздно. Мои картинки уже залили. Я на 300% уверена, что кто-то из подписчиков это уже тоже делал. Но я вас просто прошу по-человечески не делать так с чужими артами. Вы можете со своими артами делать, что хотите, но не надо заливать в эти программы чужие картинки, потому что многие очень сильно против такого, например, как и я. Не говоря уже о том, что я увидела очень много в ТикТоке еще новичков совсем, которые заливали туда картинки и очень сильно радовались красивым результатам. Так вот, я заметила одну закономерность. Чем выше твой скилл, тем хуже тебе выдается результат. И я сейчас объясню, в каком смысле. То есть, Аи в состоянии из палка-палка огуречек выдать тебе красивую анимешную тянку, потому что в целом он понимает, что где. Но когда ты ему выдаешь красивый арт изначально, он его портит. Он не понимает, что где находится. Он рисует лишние ноги, руки. Он теряет композицию, он теряет цвета. Он делает все хуже по какому-то, не знаю, странному стечению обстоятельств. Поэтому если вы еще новичок, то вы, конечно, можете баловаться и говорить, как это красиво. Но художники, которые хотя бы достигли среднего скилла, вам уже я честно не рекомендую этим баловаться, потому что вы можете сделать лучше. И вам не нужно подкармливать Аи абсолютно ничем. Ничем абсолютно вот не надо. Абсолютно. Да, я сказала это пять раз. Короче, вот. И если вам интересно, естественно, мне это все покидали. Эти картинки получились довольно какие-то всратые штуки. Естественно, Аи перерисовал мои ошибки. То есть он скопировал их, сделал даже хуже. Единственная нормальная картинка, которая получилась, это вот это. Но опять же, как вы знаете, Брис не носит шапки. Компьютер не понимает, что это прическа. Но да ладно. Что есть, то есть. И естественно, он выдает куда более всратые результаты. Потому что одно дело портрет. С портретом сложно накосячить. Вот вам сложная картинка, в которую было вложено немало сил. И вот вам результат, который он выдал. Очевидно, программа не понимает, какого хрена происходит. Оно вообще ничего не понимает. И таких ситуаций просто море. Люди начали выдавать Аи-картинки за свои работы. То есть начали надуривать людей, которые не шарят за рисование, продавать их. И таких случаев много. Есть случаи, где программист специально взял рисунки одной художницы. Скорее всего, чтобы ее позлить. Ну, знаете, хейтеры. Начал тренировать Аи под ее стиль. Очевидно, ей это очень сильно не понравилось. Но вот как факт, да. Люди даже пытаются делать художникам гадости. Я бы на вашем месте, ну, так себе не вела. В конце концов, карма, все такое, да. Даже если вы в нее не верите. И есть какие-то Аи, которые люди создают специально для себя. Я видела художника, который сделал себе Аи. Да, а потом-потом мне будут затирать, что, наверное, это очень сложно. Написать код художник сам себе сделал Аи для того, чтобы облегчить рисование комикса. И он про это рассказывал, что он просто перерисовывает картинки поверх. К нему претензий нет. Он сам сделал программу, он сам ей пользуется. Он залил туда свои картинки. Окей. И были еще одни прикольные работы, которые я вам хочу показать, потому что они очень сильно отличаются от стандартных анимешных всратых работ Аи. У них есть, не знаю, какая-то своя стилистика. Они в целом выглядят очень презентабельно и прикольно. Опять же, если не всматриваться. Если всматриваться, то мы все видим огромное количество косяков. В первую очередь с руками. Во вторую очередь он много чего не понимает. Он не понимает, где заканчивается одежда. Он не понимает, где располагать правильно предметы. Ну, в общем, все пока очень плохо и плачевно. Что, в первую очередь, хорошо для художников. Ребят, те, кто уже давно рисует, пожалуйста, не подкармливайте Аи своими картинками. Прекратите это делать. Это правда не очень хорошо. Вы можете говорить, что это прикольно и там перерисовывать работы потом. Это не важно. Это все равно будет не ваша работа в каком-то смысле. Просто не надо так делать. Не надо пытаться надуривать людей. Потому что все равно... Я знаю, что некоторым новичкам кажется, что вот они самые умные. Там никто не заметит, что я подправил картинку, которую мне сгенерировал компьютер. Нет! Все-все видят. Все очень сильно все видят. Пожалуйста, не занимайтесь подобным. Лучше вкидывайте туда фотографии. Типа, это хотя бы прикольное занятие. Но арты лучше не вкидывать. В общем-то, пишите свое мнение. Как думаете, через сколько лет художники уже будут больше не нужны этому миру? Ну, а с вами была Бриз. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки. Чекайте мои картинки в ВК, которые я рисую сама, не генерирую, кстати. В общем-то, еще раз всем спасибо за просмотр. И всем пока!